Витископ Это我们跟2 Chuivese coined Этораی момент Забавный достаточ cheeks Я думаю, что точно так же будет По поводу жеребёвки когда будет жеребёвка полуфиналов БК «Киев» Сведуть с BabyDet Box Для того, чтобы была Со стопроцентной уверенности была киевской команда в финале 4 Финал 4 проходит в Киеве и, если киевской команда tart 간ale то тогда сам по себе турнир он обречен на провал. Поэтому вот такая мысль есть. Ну, тут есть несколько таких уточнений. В принципе, я так понимаю, что сейчас не только Миколаево финансовые проблемы. Про это мы, думаю, поговорим. Низка команд, как бы, мать финансовые проблемы. Но думаю, что и в любом случае, даже так, то, что мы с тобой говорили по преднему разу, что фаворитами основными вважаются «Будювельник» и «Химик», то все равно, ну, как бы все идет до того, что киевская команда мае быть в финале. Ну, очевидно. Она будет, эта киевская команда, в финале. Тут не нужно быть Нострадамусом. Фавориты, явные фавориты, «Будювельник» и «Химик». Если не произойдет чего-то чрезвычайно сенсационного, то в финале мы эти две команды и увидим. Ну, або, если они не затримутся в финале. Ну, скажем так, да. Хорошо. И что касается 1-4 финала, то интрига, по большому счету, существует только в матче черкасские «Мавпы» в этом противостоянии. То действительно сложно предсказать, какая из команды сыграет в финале четыре. По поводу остальных пар, ну, все вырисовывается достаточно просто. То есть, в силу киевского дерби «Авангард Киев» ты не очень веришь? Совершенно не верю. Ранее можно было бы говорить про то, что пара «Ферро-Будювельник» виглядают цікаво. Так, враховывая исторические стоимости между этими командами. И те, ну, как Запорежье «Ферро», сам Запорежье, так и успешно грают в Кубках Украины. Даже когда есть финансовые проблемы, как это было там и минулого года в том числе. Ну, в случае с парой «Ферро-Будювельник» нужно понимать, что у «Ферро» нет возможностей, нет так прежних финансовых возможностей, которые были раньше, которые позволяли команде так успешно выступать в Кубке Украины. Так, ты сказал, что у «Ферро» есть финансовые проблемы. Так, совсем не та команда, яка была в предыдущие годы, когда они достигали кубковых успехов ну, той или иной мировой, доходячи там до финала, или выиграячи. В принципе, сейчас уже совсем не те, я так понимаю, что эти проблемы могут где-то поплынуть и на весь турнир. Я имею в виду не только Кубок, а и чемпионат. Ну, на Кубок как раз финансовые трудности не должны оказать никакого влияния, поскольку, опять-таки, мы имеем примерно четверку в финале четырех, которая вырисовывается и которая как раз финансово более-менее стабильная. С другой стороны, те проблемы, с которыми сталкиваются клубы привата в чемпионате, ну, они задают, после них возникают определенные вопросы по поводу будущего этого чемпионата. Фера тут далеко не в самом худшем положении, потому что у нас есть Одесса, у нас есть Львовская политехника, другие команды, Гаверла Днепр-Азот. И получается такая ситуация, о которой рассказал главный тренер БК Одессы Олег Юшкин. Само так, само из Одессы, как бы, пошла первая властивка, официйная информация. К сожалению, об этом не сообщил президент клуба Олег Бычков, да, об этом сказал главный тренер, причем он сказал неофициальному ресурсу. Безусловно, это делает честь Юшкину, но это не решает никакие проблемы Одессы, Одессы и других клубов. Клубы привата получили, мы давно об этом знали, что клубы привата получили лишь первую часть финансирования перед стартом сезона. Тогда у нас был перенос чемпионата на неделю, в конце концов проблемы улеглись. Сейчас у клубов дефицит денег. По большому счету, если к середине февраля не будет финансирования, то будущее клубов и самого чемпионата спрогнозировать очень сложно. У нас получается такая ситуация, когда только-только разрешилась ситуация с Николаевым, вот кажется, что он должен довести сезон до конца уже в каком-то состоянии доползти до финиша. Тут же может появиться серьезная проблема с командами группы привата. Но она уже не первая. Это было и год назад, когда клубы получали технические поражения 20-0, которые позже были аннулированы. Но теперь может ситуация быть еще хуже. Хотя, с другой стороны, пока что время есть. Еще у нас есть три недели. Но мы смотрим, ждем. И хотелось бы, конечно, понимать, есть ли у федерации баскетбола план Б какой-то. В случае, если клубы привата не могут продолжать чемпионат. Ну, я думаю, всем не важно говорить, так? А декілька, так? Из них, как бы, те, которые связывают? Ну, практически все. Это пять команд. Это Днепрозот, Одесса, Политехника, Гаверла, Фера ЗНТУ. Так, ты сказал, как бы, достатньо, так уже, про эти финансовые проблемы. Но, как бы, они, ну, певною мірою спонукают клубы как-то более рационально подходити до своего бюджета. Бачим, там, витек гравцов, так, из деяких команд. Ті гравці, которые могут хоть кого-то зацикавить, они, так, потихоньку, там, по одному, по два, перебираются в інші клуби, в інші чемпионати. Как бы, така спостерігається міграція. Ну, в принципе, щось подібное, я думаю, уже бачило в історії України. Так? В українському баскетболі, в том числі в клубному, ну, десь, так, думаю, років 15, може навіть більше тому. Ну, да. Наверное, это самая большая міграция украинских игроков за рубеж. Это понятно, потому что у клубов финансовые трудности, и, соответственно, игроки хотят получать, может быть, даже не столько большую зарплату, сколько стабильную зарплату, да, они хотят иметь какие-то гарантии того, что у них будут деньги за их работу. Поэтому, естественно, они уезжают за границу, хотя очень часто это происходит даже без их особого, там, стремления или желания. Понятное дело, что это не топ-клубы, в основном. Во-первых, потому что уровень украинских игроков, он такой вот, какой он есть. А во-вторых, середина чемпионата, середина сезона идет, и, в общем-то, команды укомплектовались. Поэтому сейчас подписывать, сейчас находить работу игрокам для тех же агентов, ну, очень непросто. Может быть, может быть в следующем сезоне, если ситуация не улучшится, да, то какие-то украинские игроки, они появятся в более сильных чемпионатах. Например, там, Андрей Агафонов вроде бы неплохо играет в Германии за Кральсхайм, и вне зависимости от того, сохранит команда свое место в Бундеслиге или вылетит. Не исключено, что тот же Агафонов останется в чемпионате Германии в элитном дивизионе и подпишет контракт с какой-то более сильной командой. Ну, либо то неплохо, как бы и миколаевцы прожилися в Ризе. Ну, латвийский чемпионат, я подсчитывал, там играют порядка 15 человек, которые раньше играли в Украинской суперлиге. Да, то есть, этот чемпионат по своему статусу, по своему уровню, он едва ли лучше, чем даже нынешний чемпионат Украины. Но он финансово стабильнее.